Эфир на телеканале Россия 24. Продолжают вести Ульяновск. В студии Гульнара Шарипова. Добрый вечер. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Регистратуру обновили. На очереди ремонт кабинетов и замена оборудования. И это только в одной поликлинике. В 2023 объявлен в губернии годом охраны здоровья. Отключили от центрального отопления. Жители дома по улице Бреской проводят зиму в экстремальных условиях. Почему так разбиралась наша съемочная группа? Стоимость в сотни раз меньше. Студенты Ульяновского авиационного колледжа изобрели беспилотник. На нем будут учиться летать. 2023 год объявлен губернатором Ульяновской области годом охраны здоровья. Об этом Алексей Русских заявил на встрече с медицинским сообществом региона. За этот год нам предстоит с вами большая работа. Необходимо усилить значение всеобщей и глубокой диспансеризации и профилактики. Продолжить и ускорить модернизацию первичного звена, чем мы с вами занимаемся. Проводить модернизацию первичного медицинского звена помогает нацпроект здравоохранения. В этом году, например, в поликлинике номер один центральной медико-санитарной части обновили регистратуру. Для удобства в фойе установили экраны с электронным расписанием врачей. Впереди ремонт хирургического, гинекологического, стоматологического кабинетов и замена оборудования. Мы подготовили площадку для ремонта флюорографического кабинета. Ремонт завершится к 1 апреля и будет установлен цифровой флюорограф. В настоящее время к поликлинике номер один прикреплено 1700 пациентов. Большая часть из них – сотрудники и ветераны автомобильного завода. Но двери больницы открыты для всех желающих. Здесь граждане могут получить необходимую врачебную помощь, в том числе пройти узких специалистов, а также диспансеризацию и вакцинацию. В этом году упор сделают на развитие корпоративной медицины. Мы, разумеется, продолжим выезды мобильных бригад и фельдшерско-акушерских пунктов и диагностических комплексов на предприятие с целью тотальной диспансеризации. Также в текущем году мы планируем запустить проект «Начни с себя», суть которого будет проведение тотальной диспансеризации всех медицинских сотрудников. Чтобы прикрепиться к поликлинике номер один ЦК МСЧ имени Егорова, необходимо обратиться в регистратуру и заполнить заявление. Такой выбор уже сделали жители поселка Дачный и села Солдатская отошла. 10 градусов тепла в квартире. Жители дома номер 78Б по улице Бреской вот уже несколько лет подряд проводят зиму в экстремальных условиях. Все потому, что здание непригодно для жизни. При этом переселять жильцов не торопятся, ремонт делать тоже. Почему так? В шокирующей истории разбирался Максим Бажанов. Столбик термометра показывает 11 градусов тепла. Это температура в комнате одной из квартир дома номер 78Б по улице Бреской. Его жителей по-настоящему можно считать заложниками холода. Это здание бывшей пожарной части, дом, которому далеко за 50, и он никогда капитально не ремонтировался. Коммуникации банально устарели, в стенах появились трещины, крыша течет, а плесень постепенно захватывает каждый уголок дома. Три обогревателя на площадь 36 квадратных метров. С тремя обогревателями температура в квартире 12 градусов. Если вот как было до 1 января, первая там плюсовая температура, у нас не доходила до 20 градусов. Хотя температура в угловых квартирах должна быть 22 градуса. Критическим ударом для дома и его жильцов стало отключение здания от центрального отопления 5 лет назад. Оно питалось от частного предприятия, которое и является собственником дома. Повезло, что квартира взял на свой баланс город. Жители заключили договора соцнайма. Муниципалитет установил взамен электрический котел, обещал сделать ремонт и пропал. Приняли нас на баланс города. Ждали, когда отремонтируют крышу, чтобы сделать красивый потолок и в дальнейшем проживать в этой квартире. Но до 2023 года до сих пор ничего не сделано. Только усиливается плесень, сырость в квартире, затклый запах. Делать ремонт в здании, как оказалось, нерентабельно. Так наши съемочные группы пояснили в городской администрации. И все равно, что дом имеет износ свыше 45% и признан экспертизами, непригодным для жизни. Все, что сейчас делается, город пытается вернуть в дом центральное отопление из-за многочисленных жалоб жильцов. Администрация города в настоящее время направила заявку в ПАУТ и Плюс о технологическом присоединении. Сейчас в ПАУТ и Плюс подготовлен договор техприсоединения. Он сейчас находится в стадии согласования. В ближайшее время договор будет подписан. Сроки не обозначены. Сюрс ситуации в том, что и под программу переселения дом не попадает. Все потому, что числится он еще с советского времени, как нежилое здание. И перевести обратно в жилое по законодательству нельзя. Единственный выход из ситуации нашла прокуратура в 2019 году. Переселение по критерию нуждаемости. Но из шести квартир аварийного дома нуждающимися по закону признали только две семьи. В отношении остальных семей, которые проживают в доме номер 78 Б полностью Брестская, также была проведена проверка, в рамках которой установлено, что они не состоят на учете как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Продолжая тему переселения, город предлагает заложникам безысходности воспользоваться маневренным фондом. Правда, как говорят сами жители, перспектива такого выбора туманна. Дом предоставят только на два года, что потом неизвестно. Да и квартиры предлагают такие, что непонятно, улучшится ли качество жизни. Мало того, что неухоженный грязный, мало того, что меньше площади и учимляют наши интересы, будем так говорить, хотя бы равнозначное жилье, чистое, оно вообще непригодно для проживания. И на сроком только на два года. Вишенка на торте под названием «Безысходность» – огромные платежки за электричество. Все из-за того же электрического котла, которого не хватает, чтобы обогреть дом даже приблизительно комфортной температуре. История, к сожалению, остается открытой, как и многие вопросы, связанные с ней. Например, как же быть людям? И кто ответит, если из-за дома случится несчастье? Максим Бажанов, Денис Миронов, Алексей Прохоров, Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Работали активно. Специалисты региональной информационно-справочной службы 122 подвели итоги прошедшего года. Как было отмечено в 2022-м, на единый номер поступило более 183 тысяч звонков. В среднем в течение дня поступало около 500 звонков. Однако бывало, что количество вызовов превышало эти показатели в несколько раз. Например, в феврале прошлого года, когда была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавируса. Мы принимали около полутора тысяч ежедневных звонков, которые были связаны с вызовом врача на дом, и с медицинскими консультациями, с лабораторными исследованиями на ковид. И 23 сентября на базе службы 122 была организована горячая линия, связанная с вопросами частичной мобилизации и призыва. И в первые же дни мы приняли около двух тысяч звонков. Звонков, так или иначе связанных с частичной мобилизацией, было около 18 тысяч. Большинство же запросов, поступивших на единый номер, так или иначе связано со здравоохранением. По вопросам записи к врачу, вакцинации и другим аспектам поступило 42 тысячи звонков. Были и другие темы, в том числе жалобы на работу коммунальных служб. Гуляновцы отмечают, обращение на единый номер значительно сокращает время решения многих вопросов. Недавно обращалась по поводу перечня документов, какие нужны для оформления регистрации в Росреестр. Хотели оформить сделочку, купли-продажу. Очень девочки внимательно рассказали подробно, что нужно. Записали нас на данную услугу. Мы пришли вовремя, нас вызвали, оформили. Специалисты работают с 8.00 до 20 часов. Звонки, поступившие на номер 122 в ночное время, записываются. Специалисты отрабатывают поступившую информацию на следующий день. Студенты Ульяновского авиационного колледжа изобрели беспилотник, с помощью которого учащиеся смогут овладеть навыком управления дронами. Причем собрали его буквально из подручных средств. А стоимость разработки в сотни раз меньше существующих беспилотных летательных аппаратов. Репортаж Ирины Шмыговой. Свой беспилотник студенты собрали из строительных материалов. В основе подложка под ламинат. Крыло и оперение связывают деревянные рейки, а скрепляет конструкцию обычный скотч. Но самое важное, конечно, внутри. Модель начинили электроникой. Самолет у нас состоит из приемника и передатчика, который мы непосредственно управляем на земле. Двигатель в беспилотнике бесколлекторный, поэтому весит самолет немного. Питание нам обеспечивает регулятор оборотов. Он соединяется с приемником и выдает питание на сервоприводы, на двигатель. Расширить возможности самодельного дрона может камера. Нужно лишь установить ее на корпус. Данные самолеты могут применяться в том, чтобы находить несанкционированные свалки, очаги возгорания, лесных пожаров. Можно фотографировать пейзажи. Разработку юных Кулибиных оценили в колледже. Эти аппараты мы будем использовать в образовательной деятельности обязательно, потому что, во-первых, это сделано руками самих ребят, самих студентов. Это должно также возбудить интерес не только к использованию аппаратов, но и к инженерной мысли. Цена настоящего беспилотного летательного аппарата превышает 3 миллиона рублей. Стоимость этого самолета всего 15 тысяч, но этой модели достаточно, чтобы научиться летать. Разработчики переживали, что самодельный беспилотник не сможет подняться в небо. Но, вопреки всем сомнениям, самолет полетел. Попробовать себя в управлении беспилотником уже в ближайшее время смогут все студенты профильного направления. А перед разработчиками стоит новая задача – собрать летательный аппарат с вертикальным взлетом из композитных материалов. Ирина Шмыгова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Итоги 2022 года. Сегодня в программе «Тема дня». Сразу после информации о погоде в гостях в нашей студии председатель региональной ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров. Смотрите актуальное интервью в продолжении эфира на канале «Россия-24». На этом наш выпуск подошел к концу. Далее, как и обещали, информация о погоде. Я же желаю вам хорошего продолжения вечера и до новых встреч в эфире. Я хочу сделать жертвоприношение о этом пожертвовании. Сюда идет очень опасный человек. Хочет исправить вас в анатолии. Но не очень. Такие праздники. Ты теперь меня за него должен. Обманешь, забазар ответишь. Я, знаете, что же чарился. Понятия разделяю, фигу чухаю. Где один, там и второй. На два. Братья и сестры. Я все придумал. Непослушник 2 В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью по области минус 14-19, Ульяновский минус 15-17. Завтра днем по области минус 5-10, Ульяновский минус 7-9.